Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 45 лет, развилась в 2003 году и с тех пор замуж не выходила. В начале строила карьеру, растила двух детей, сейчас есть возможность строить отношения с мужчиной, но не получается. Внешне я очень привлекательный, занимаюсь бегом и выгляжу значительно моложе своего возраста. Поклонников много, но я, как правило, сама иницирую расставание, а так не могу настроить себя на создание семьи. Но если не хочется, вместо тем страшно менять устоявший образ жизни и впускать в свою жизнь мужчину. Как это решить, может есть какие-то психологические приемы. Тут дело не в приемах, а во-первых, в травме развода, во-вторых, в принципе, в теле вашей личности, вот, в психологическом стиле вашей личности, вот, которые, на мой взгляд, нужно менять, вот, и меняться вам, ну, вам самой, да, меняться. Вот, а другой вопрос, получается, в том, хотите ли вы этого, да, вот, в частности, вы говорите настроить, если я не могу на семью, да, но семью хочется. Что если то, что вы привыкли ждать от своей семьи, вам уже не нужно? Что если вы привычки требуете от себя создания семьи, хотя на самом деле вы готовы строить немножко другие отношения? Что если вы требуете от себя слишком многого, и именно поэтому вам тяжело устраивать отношения? Что если то, что вам сейчас нужно в отношениях, то, что вы хотели бы получить в отношениях, то, что вы хотели бы дать в отношениях, находится как-то за плоскостью семьи, да, вот, почему вы ограничиваете столько созданием семьи? Ну, это вот, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот, мне также кажется, что за время, что вы были одна, да, вы, в общем-то, нехило так прокачали свою личность, и теперь вы уже не можете воспринимать себя только как жену, и, соответственно, мужчину только как мужа вы тоже воспринимать, на мой взгляд, не можете. И это также разживает ощущение, что ваши ограничения, они искусственные, которые вы вот сами себе создаете тем, что пытаетесь настроиться на семью. Ведь, может быть, сейчас вам удобно и комфортно устраивать отношения не на основаниях мужа и жены, не на основаниях мужчины и женщины, а, может быть, вам сейчас на каких-то других основаниях, на основаниях партнерства, на основаниях сотрудничества, на основании игры, на основании совместной деятельности, на основании объединения и так далее. Да? Может быть так. И в этом смысле, опять же, никто не говорит о том, что вы должны впускать мужчину в свою семью прямо на 100%. Вот. Несмотрите на себя, на то, что вам хочется дать мужчине, получить от него. Пусть оно отвечает само собой. У меня ощущение, что вы требуете от чего-то, а именно из-за этого вас не получается. Поэтому вот вам бы здесь обратить внимание на те вещи, которые непривычны. Не на то, что вы должны настраиваться на семью, а на то, что вам хочется, например, на то, что вам нужно, например, и так далее. Вот. Потому что, как мне кажется, потеряли вы немножко здесь контакт с собой, да, перестали себя замечать, может быть, и не замечать никогда. И так далее. На что вы делаете упор? Это на внешнюю привлекательность. Вот. И на, значит, то, что вы должны стать женой. Ну, так это вообще далеко не все сферы по поводу чего взаимодействуют мужчины и женщины. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, так и делать здесь не в приемах, а в том, чтобы вам научиться видеть себя. В том, чтобы вы раскрыли себя с другой стороны в отношениях непривычных сторон. Вот. Пройдя через некоторую неловкость, стыть, может быть, страх и так далее. Вот. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволь вам начать с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Удачи!